Все будет так будут основаны вот на этом непоколебимом основании. Достань из глубины Духа. Халлелуя! И провозгласи это в Духовный мир. Халлелуя! 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 Амин! Огромное спасибо! Вы молодцы! Вы большие молодцы! И вы тоже большие молодцы! И все, кто нас сегодня смотрит и участвует в этой прекрасной программе январского поста, мы всех приветствуем, поздравляем и благословляем. Эта неделя пройдет быстро и незаметно, как след падающей кометы. Не успеешь глазом моргнуть, уже воскресенье. И Божья победа в судьбе и жизни каждого из нас. Воздай Господу славу и скажи спасибо, Господь, за этот январский пост. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты производишь в нас и хотения, и действия по своему благоволению. Амин! Приветствуйте друг друга, благословляйте друг друга. Скажите, мы начинаем. Бог идет с нами. Во имя Иисуса. Мы увидим славу Его и огонь Божий. Халлелуя. Давайте еще несколько минут помолимся на языках. Килаламатромахачиндуламахандья. Мы просим тебя, Дух Святой, настрой наши сердца. Киламарзумакетулалабахая. Дух Святой, возьми под свой контроль. Все то, что будет происходить сегодня здесь. И также в каждом зале, а также в каждой церкви, которая участвует в этой программе. Объедини нас, Господь, вместе. Дай нам, Господь, одну веру. Дай нам, Господь, одно сердце. Я прошу тебя, произведи в наших сердцах единое намерение. Мы хотим видеть устроенное движение нового поколения. Мы хотим увидеть устроенные растущие церкви, которые утверждают на этой земле царствие Твое. Боже, переводи нас от веры в веру. Переводи нас от силы в силу. Переводи нас от славы в славу. И помоги каждому из нас достойно и успешно исполнить волю Твою. Переводи нас от земли. Наполни этот зал. Халлелуйя. 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 Мы поклоняемся Тебе. Во имя Иисуса Христа. Амин. Итак, друзья, сегодня на повестке дня несколько вопросов. Ревизия церковных структур, обновление видения и перезагрузка стратегических программ. Кому-то это говорит о многом. Кому-то это вообще ни о чем не говорит. Поскольку каждый из нас по-разному вовлечен в служение. Поскольку каждый из нас по-разному вовлечен в конкретные структуры, в конкретные служения. Но тем не менее я бы хотел вывести сегодня общий знаменатель и поставить акцент на неких составляющих, которые бы могли объединить каждого из нас. Нам сегодня надо переосмыслить свои координаты в теле Иисуса Христа. Нам нужно переосмыслить свои координаты в движении новое поколение. Движение новое поколение это не механическое собрание различных персон. Это не вокзал, куда приходят и уходят люди. Движение, которое создает Бог, претендует на внутренний порядок, дисциплину, устройство, стратегию, дисциплину, цель и божественное обеспечение. И каждый из нас должен осмыслить, что я часть этого животрепещущего движения, которое сверхъестественным образом создал Бог. Новое поколение имеет великое предназначение. Несмотря на то, что 22 года позади, это только лишь разминка. И я абсолютно убежден, Бог никуда не торопится и никуда не спешит. Все, что Бог однажды говорил, все, что однажды Бог изрек относительно этого движения, остается в силе. И я благодарю Бога за каждого верного, посвященного Божьего служителя, любого калибра и любого формата. За верность, посвященность, за ту цену, которую вы заплатили для того, чтобы не только разделить тяготы, чтобы разделить скорби, разделить эти битвы, но поверьте, однажды Бог нам даст эту великую привилегию разделить сладость и торжество великой победы, которую Он даст нам не только увидеть, но и достать эту победу. Все остается в силе. Мы говорим о видении. Мы не разочаровались. Через 22 года мы говорим то же самое. Церковь новое поколение станет матерью тысячи церквей. И что бы мы не видели сегодня, какие бы прогнозы сегодня человек не строил на будущее, Божье Слово остается непоколебимо, независимо от меня или от тебя. Божьи планы никто не изменит. Мы с вами увидим сверхъестественный рост церквей. Мы с вами увидим вторую волну. Мы с вами увидим тысячи новых церквей, пасторов, команд и великих чудес, которые будут сопровождать проповедь Божьих служителей. Мы с вами увидим праздники поклонения. Они остаются в силе. Там внутри, как у беременной женщины, уже толкаются эти проекты, которые однажды выйдут на этот свет. И на центральных стадионах, столичных городов мы с вами будем поклоняться Богу. Мы ничего у Бога просить не будем. Мы будем воздавать Богу славу, честь и хвалу. Бог все еще ищет поклонников. И мы все еще говорим, Господь, вот я, пошли меня. Мы остаемся частью этих грандиозных и великих откровений. Мы с вами верим в реформацию общества, не только в спасение человека и прощение грехов. Мы глубоко верим, что церковь, которая созидает Иисус Христос, это не только место, куда собираются обиженные люди, куда собираются нищие, куда собираются безработные, куда собираются несчастные люди. Это все на своем месте. Но глобальная историческая задача церкви не только при познакомии человека с Богом, но познакомии человека с судьбой, которую Бог приготовил каждому человеку. А тем более, кто во Христе, тот новое творение. И реальная церковь, которую создал Иисус, она имеет в своих руках ключи Царства Божьего. И он сказал, ты, Петр, камень на этом камне. Я создам церковь, врата ада, которую никогда не одолеют. Историческая задача церкви – утвердить божественные стандарты, утвердить божественные законы во всех сферах нашей жизни. Пробуждение – это лишь условие для исполнения главной задачи, которую Бог поставил перед церковью. Он желает, чтобы церковь утвердила на этой земле Царство Божье. Это владычество Иисуса Христа во всех сферах нашей жизни. Если Господь способен простить твои грехи, Он способен простить грехи нашего президента за грабеж своего собственного народа. Если Господь способен устроить пробуждение в твоем районе среди домохозяек, среди трактористов и комбайнеров, то Господь может точно так же устроить пробуждение в нашем Сайме. Бог поднимет смелых человек, Бог поднимет смелых людей и там люди точно так же, как на этом месте смогут принимать спасение во Христе Иисусе. Мы не ограничиваем нашего Бога ни в каких вопросах. Мы говорим, Господь, пришло время действовать, ибо закон Твой разрушили. И если какие-то Божьи законы были попраны на этой земле, у Бога есть ревность, и время пришло Господу действовать. Амин. Господь идет по приготовленным дорогам. Если мы молимся о своей семье, то Бог приходит в нашу семью, в наш дом. Если мы молимся о своей школе, Бог приходит в наши школы и в наши университеты. Если мы молимся за наше правительство, Господь придет туда, потому что имя нашего Бога – царь всех царей. И его главная профессия – он политический Бог. Он ставит царей, и он убирает царей. Он взвешивает их сердца, и если они оказываются легче в пустоты, Господь говорит, ты взвешен на весах, ты найден очень легким, и поэтому престол уходит из-под твоих ног. Друзья, мы верим в чудеса исцеления. Мы верим в чудеса процветания, и мы верим в чудеса политические. Мы верим, что однажды и Латвия станет цитаделью христианской культуры и духовного возрождения в европейском пространстве. Вы верите этому? Чем тяжелее откровения, чем больше они глобальнее, тем труднее для переваривания. А человек, такое существо, нам бы много не надо. Нам бы какой-то уголок, нам бы небольшая зарплатка, нам бы небольшая заплатка, машинка. Да и хватит. Мы уже звезды с неба не хватаем, а нам не нужны звезды с неба, их туда Бог повесил. Нам нужно утвердить авторитет Иисуса Христа. Это по праву принадлежит Ему. Аминь. В связи с этим, я бы хотел сегодня первый день посвятить тому, чтобы мы могли лично для себя решить этот вопрос. Мы принимаем это, мы растворяем это, мы становимся частью этого. вопрос желания, вопрос посвящения. Скажу откровенно. Откровение Царства Божьего, это является очень сложный момент. Почему? Потому что вокруг откровений Царства Божьего всегда идет война, всегда идет сражение, всегда идет битва. 13 глава Матфея написано, что когда слово о Царстве сеется в сердца людей, то хищные птицы тут как тут налетают, чтобы поклевать это зерно. И я скажу вам, что уверовавши вчера, мы сегодня не гарантируем, что эта вера останется на прежнем уровне. кроме Бога, который дает откровения, есть дьявол, который уничтожает это откровение. Вот почему необходимо молиться, испытывать себя, верили мы, проверять, в каком состоянии мы находимся по отношению к этим откровениям, и в каком отношении эти откровения находятся по отношению к нам. Мы друзья или мы враги. Эти откровения раздражают нас, эти откровения создают дискомфорт, либо эти откровения дают нам вдохновение, либо они окрыляют нас, подпитывают нашу веру и делают нас великими и сильными. Тема моей сегодняшней проповеди «Водимые Духом Божьим». Я бы очень хотел сегодня сделать акцент на том, что откровения Божьи даются Духом Святым и становятся понятными для человека благодаря Духу Святому. Плоть не способна растворить откровения от Бога. Это тезис и это постулат. Плоть желает противного Духу и противного всему тому, что Бог делает в нашем естестве. для того, чтобы откровения Божьи растворялись верою в наших сердцах, Бог послал на эту землю Духа Святого, который и является Духом премудрости, откровения и видения. Апостол Павел говорит, когда я принял откровения от Бога, когда я понял, кто я, когда я понял, как Бог на меня смотрит и какова моя миссия на земле, это то, что не совпадало с моими планами, я не стал советоваться с плотью и кровью. Дело в том, что в вопросах стратегических, в вопросах призвания, в вопросах даже церкви, в вопросах принадлежности к церкви, в вопрос согласия с откровениями или несогласия, этот вопрос сложный. В твоих советниках может быть плоть, которая говорит, это бред полный, это не соответствует твоей философии жизни и вообще не стоит. И в то же время в твоих советниках может быть твоя совесть, Дух Святой и Слово Божье. И мы с вами перед выбором. Кто-то советуется с плотью и кровью и соответствующим образом принимает соответствующее решение. Кто-то все-таки соглашается советоваться с Богом. Это первый вечер нашей молитвенной недели я бы хотел посвятить нашим взаимоотношениям с Духом Святым. Я знаю, что Дух Святой может помочь нам сориентироваться в этом мире. Послушайте, когда говорят, что Христос это легко, христианство это просто и что вообще церковь это пустяк, там можно разобрать все раз, два, три, это глубокое заблуждение. Мне до сих пор не дает покоя эта рождественская сцена, когда Симеон держал на руках Иисуса и он изрек эту странную, опасную, почти роковую фразу. Он говорит, сей Иисус, этот Иисус лежит на падение одних и на восстание многих. Понимаете, Христос, который пришел на эту землю, это неоднозначная личность. И по отношению к Иисусу одни люди разочаровываются, падают, становятся врагами Бога, другие люди становятся друзьями. Сей лежит на падение одних и на восстание других. Это было вчера, это происходит сегодня и это будет происходить до пришествия, потому что Иисус вчера был на падение одних и восстание других, Иисус сегодня на падение одних и восстание других, и Иисус во веки тот же. Пророк Исаия пишет, что он, вот, полагаю, на сегодня камень, камень отвергнутый, но который снова стал главою угла. И этот камень испытанный, этот камень драгоценный, этот камень для многих будет камнем преткновения. И для кого-то он будет скалою соблазна, а для кого-то он будет краеугольным камнем, основанием великого призвания. И я до сих пор даю отчет тому, что я говорю. Я сегодня до сих пор даю отчет тому, что мы должны каждый день сверять карты. Мы должны каждый день проверять, не соблазняет ли меня церковь, не соблазняет ли меня Христос, не соблазняет ли меня Божьи откровения, потому что стать жертвой своего плотского, душевного мышления очень легко. Посмотрите, даже Иоанн, который вчера говорил, вот идет огнец Божий, который возьмет на себя грех мира. Он вчера верил, он видел, он знал. Но завтра ситуация поменялась. Его в тюрьму посадили. Ему больно, ему одиноко. В зависимости от того, что вокруг нас могут сложиться негативные отношения, а негативные обстоятельства, негативные обстоятельства будут формировать в тебе негативный взгляд на того Иисуса, на которого вчера ты смотрел другими глазами. И он берет учеников и посылает, и говорит, идите и спросите, Иисус, ты ли тот, которому должно было прийти, или ожидать нам другого? Вы представляете, даже такие великие мужи, написано, из рожденных женами, никто не восставал больше, чем Иоанн Креститель. Если такие люди могли оказаться в зоне сомнения, вот в этой перекрестной зоне, да или нет, он или не он, тот ли это или не тот, я скажу, что многие из нас подвергаются таким же испытаниям и искушениям. Вчера ты говорила, да, это новое поколение, да, эти откровения, да, это пастор. Чуть-чуть вокруг нас поменяются обстоятельства. Нам стало чуть-чуть больно, нам чуть-чуть стало одиноко, стало как-то некомфортно, и тут же возникают вопросы, а та ли это церковь? А те ли это откровения? А тот ли это пастор? А вообще та ли это судьба? И когда Иоанн посылал своих учеников к Иисусу, то Иисус сказал, блажен, кто не соблазнится обо мне, идите и скажите, что больные исцеляются, что хромые ходят, что слепые прозревают, и дальше он говорит, блажен, кто не соблазнится обо мне. Почему вы думаете, почему кажется многим, что сегодня дьявола нет на арене? Почему нам кажется, что никто из нас сегодня не подвергается тем же искушениям еще больше? Запомните, чем ближе исполнение пророческого слова, тем больше дьявол атакует сознание детей Божьих, чтобы разочаровать их в откровениях о Царстве Божьем. Мы сегодня постимся и молимся, чтобы еще раз проверить свое состояние и говорить, Господь, если вчера я говорил, вот Агнец, который берет на себя грех мира, я хочу, чтобы мои мнения, мои убеждения, мое отношение к генеральным, стратегическим откровениям, которые вчера были для меня основой, они были таковыми же и на сегодняшний день. Амин. Я подчеркиваю главный смысл нашей сегодняшней молитвы. Господь, проверь мое состояние, проверь мое отношение. Я хочу смотреть на эту жизнь, я хочу смотреть на главные составные моей судьбы, не глазами человеческими, но глазами Божьими. Римлянам 8 глава. Записано так. Если же Дух Того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, живет в нас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и наши смертные тела Духом Своим, живущим в нас. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Итак, я вижу здесь два момента, которые Дух Святой совершает в нашей жизни. Первое. Слава Богу за крещение Духом Святым. Слава Богу за то, что мы стали храмом, в котором же обитает эта великая личность Божества. Первое, что Он делает, наши смертные тела, Он оживотворяет. Я благодарю Бога за каждое исцеление. Я благодарю Бога за каждое исцеление. Я пережил в своей жизни множество раз это исцеление. Я пережил множество раз восстановление моего естества. Но Дух Святой не только оживотворяет наше смертное тело, но Дух Святой еще и открывает истину. Он является тем, кто нас водит, кто нам объясняет. Все водимые Духом Божьим. Суть Сыны Божьей. И я сегодня хочу говорить о водительстве Духом Святым. Боже, кто нам только не советует. Позвонишь одному, Он говорит одно. Позвонишь другому, Он говорит другое. Басни, сплетни, слухи. И мы становимся жертвой дезинформации. Что делать? Выключи свои телефоны и начинай молиться на языках. Хватит питаться слухами, водимые Духом Божьим. Закрой свою комнату и начинай молиться на языках 15, 20, полчаса. И молись, Дух Святой, скажи, пожалуйста, если у меня есть вопрос, ответь, что ты думаешь по этому или другому поводу. А нам некогда молиться. Нам есть время говорить по телефону, болтать и сплетничать. Но нам нет времени, у нас нет времени общаться с Духом Святым. Слава Богу, за неделю поста. Амин. Все, водимые Духом Божьим, суть цены Божьей. Скажи, все, водимые Духом Божьим, суть цены Божьей. Дух Святой, я хочу, чтобы ты руководил мною, чтобы ты показывал мне то, что от Бога и то, что от человека. Отделяй свет от тьмы в моей жизни. Отделяй пшеницу от вредных злаков. Научи меня распознавать, что есть воля Божья и что есть воля человеческая. Помоги, чтобы я никогда не соблазнился о Тебе, о Церкви, о Твоих откровениях и о Своем призвании. Дух Святой, пленяй Мое помышление в послушание Иисусу Христу. И давайте три минуты молимся на языках. Кил барилу горба шти ла ла баката Клор ми кису ла бригетая КОЛМАРЕЛОГОРОМАЧИНГРАМАССОТАЛМЕРЕТАНДИАСТОЛА КИЛАМАРМЕНОЛОГРЕСТОПЕКРАММАНГЕЛАЯ КЕЛМЕРЕСОНДРИМАНГЕЛМАРЕЛАЛАГРЕНДАЯ КИРАМАНГЕГЛОБЕРГЕСОТАЛЕРЕГРЕТАЯ КАЛМАНИРАЛАГОРСЭМЕСТАЛАБРОКОНДИЯ КИЛАЛАМАРМЕНЕЛАРИБЕСТОЛЛАМЕРЕЛУГРЕБЛЕЧТЕНДЕЛЕЛЕЯ Дух Святой, я прошу Тебя, открой этот информационный канал. О, Дух Святой, начинай говорить детям Твоим. Дух Святой, начинай обличать. Дух Святой, начинай говорить, показывать. О, Дух Святой, открывай истину. Дух Святой, я прошу Тебя, открывай будущее. Наставляй нас на всякую истину. Пусть никто из нас не станет жертвой обмана. Пусть никто не станет жертвой плотских измышлений. Пусть никто из нас не соблазнится, не споткнется. Пусть каждый из нас основывается на Тебе. Давайте помолимся вместе и скажем, Дух Святой, научи меня не только получать исцеление и прощение грехов. Дух Святой, научи меня слышать голос Твой. Научи меня познавать истину. Дух Святой, научи меня видеть духовный мир. Открой мои уши, чтобы я мог слышать Тебя. Открой мои глаза, чтобы я мог видеть. Я не хочу быть слепым котенком. Я не хочу быть жертвой обмана. Я не хочу быть жертвой сплетен и слухов. Я не хочу быть жертвой клеветы. Я не хочу ходить во тьме. Я хочу ходить во свете. Твоих откровений, Дух Святой, я хочу знать Тебя ближе. Тебя ближе. Пусть никогда Иисус не станет камнем преткновения. Пусть никогда Его откровения не станут скалой соблазна. Пусть никогда имя Его не станет враждебным и опасным. О, Дух Святой, руководи моей жизнью. Дух Святой, управляй моим сердцем. Дух Святой, управляй моим мышлением. Дух Святой, будь руководителем. Научи меня понимать Тебя. Дух Святой, управляй моим мышлением. В послушание Иисусу Христу. Халлелуйя, халлелуйя. Открывай наши глаза. Убирай эту слепоту духовную. Убирай эту глухоту духовную. Чтобы, имея глаза, мы могли видеть Тебя. Чтобы, имея уши, могли слышать Тебя. Чтобы, имея разумение, мы могли разуметь Тебя. Убирай эту слепоту духовную. До встречи. Убирай эту слепоту духовную. П strategy. СCool, нет, нет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДимаTorzok 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 Сурмаге, кита беда бессуманне, Аллилуйя, Аллилуйя. Всеводимое Духом Божьим, Всеводимое Духом Божьим, Всеводимое Духом Божьим, Сыновья и Дочери Божьи, Гламера Бростаметоларе Брегет Вим Благия, Дух Святой, О Дух Святой, найди ключи к моему сердцу, Дай мне ключи к Твоему сердцу, Господи, веди нас во святилище, Веди нас во святой святых, Ответы на самые жгучие вопросы Ты найдешь не на внешнем дворе, Где плоти кровь, Ответы на самые жгучие вопросы Ты найдешь во святилище, Где никого нету, Где только Ты, И Он, Где только Ты, И где Он, Главер, Главер, Мэщи, Главер, Главер, О ответы на самые жгучие самые сложные вопросы в твоей жизни которые заходят заводят тебя в тупик ответы ты найдешь не там на внешнем дворе там нет ответов там проблемы только рождаются но боже мой поведи нас по святой святых поведи нас во святилище где нет никого никого только я и ты только и ты где я могу открыть тайны где я могу открыть сердце где я могу сказать то что я не смогу сказать нигде и знать что никто не осудит и знать что никто не растопчет и и знать что никто не растерзает о боже боже я прошу тебя введи нас в дом я прошу возьми сыновей твоих я прошу возьми дочерей твоих из внешнего двора где они изранены где они измучены где они обмануты и выведи их оттуда дух святой я прошу веди нас виде сегодня каждого из нас во святилище ибо там исцеление ибо там мудрость ибо там решение ибо там наш драгоценный великий спаситель простирайся во святилище простирайся во святилище взывай к нему на внешнем дворе твое поражение на внешнем дворе твой позор на внешнем дворе где плоть и кровь твои неудачи но когда ты войдешь во святилище ты услышишь его голос восторжествую о боже мы просим тебя торжествуй в нашей жизни кау кури бая плачь ки лабрэсу те ламанжу манек лошатт уламагая ки ламарсур мангест уламаге твуламагая О, рамен джигла мэста мангэй Пусякая ярмон распадётся от дуга твоего Глобэрэссор манщита лэмэрэссор дэй Пусякая ярмон распадётся от дуга твоего Ты исцеляешь разбитые сердца Пролей свой бальзам, пролей свой бальзам Мы нуждаемся в тебе О, Иисус, только я и ты Глебар манжиачул марилоковна галая саталая Ломанэрэссутром манжеклабарья сутэя Дух Святой, веди нас из внешнего двора Там, где склоки, там, где скандалы Там, где соблазны и падения Веди нас во святилище Там, где нет никого кроме тебя Никого кроме тебя Ломанэрэссутром манжула брэкатья Привищать и我想 télé Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дух Святой Веди нас из внешнего двора в освятилище Мы устали от битвы, мы устали от сражений На внешнем дворе мы устаем от своих побед Мы идем в освятилище и просим, победи нас, Дух Святой Победи нас, Великий Божий Пленяй нас, раствори нас Твоей святостью Раствори нас Твоей благодатью Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дух Святой Дух Святой, мы зависим от Тебя Дух Святой, вразумляйтесь Дух Святой, зажигай наши сердца О, Дух Святой Плоть, которая ропщет и противится Богу Но когда мы выходим во святилище Это место, где максимально умолкает плоть И максимально активизируется дух И мы видим Бога Взирая на славу Божью, мы преображаемся в тот же образ Мы начинаем мыслить так, как Он мыслит Мы начинаем ощущать то же, что Он ощущает Мы отождествляемся с Ним О Боже, я прошу Тебя Пусть каждый из нас познает прелесть и сладость общения с Тобой Я прошу, пусть каждый человек в этом зале переживет эту сладость Самокупляющийся с Господом есть одно с Ним Мы обещаем Тебе, что пойдем до конца Мы обещаем Тебе, Иисус И вот я Пошли меня Я пойду за Тобой Куда бы Ты ни пошел Дух Святой, я прошу, пусть каждый человек переживет Тебя Пусть каждый человек переживет силу Твою Пусть каждый человек через нас наслаждает С Ним Дух Святой, я прошу Кламер замор, кесаломан, джелалей Водимы Духом Божьим Вчера мы были водимы страстями и похотями Амбициями, своими человеческими планами Но сегодня мы говорим, Дух Святой руководи нам Управляй нами, пленяй наши решения Пленяй наши помышления Победи нас в этот вечер Победи нас в этот вечер Как Ты победил Иакова Победи нас сегодня Победи наши прихоти Победи, Господь, наш ропот Победи наше упрямство Боже, победи нас Чтобы мы, побежденные Тобою Могли побеждать грех Побеждать свою плоть Побеждать дьявол Победи нас в этой жизни Победи нас в этот вечер Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok